Итак, приветствую вас, уважаемые пользователи подписчики интернет-ресурса MegaAbzor.com Сегодня у нас обзор и тестирование Новинки от компании Oppo Своего рода темные лошадки Вокруг этого телефона циркулировало много слухов в сети до его выхода Презентацию этого смартфона могли видеть по всему миру Была онлайн-трансляция, смотрело ее достаточно большое количество человек И этот смартфон официально стартовал сначала в Китае И уже через несколько дней, 10 декабря, появится он в мировой продаже К сожалению, в России он пока официально не появится Желающие его могут купить на Амазоне за примерно 600 долларов И есть, например, предложение на Libabe и на Ebay Где-то 700 долларов перекупщики просят за этот телефон Итак, что у нас здесь есть? С чем же интересен этот смартфон? Давайте начнем по порядку и посмотрим на габариты этого смартфона Говорит у него 170 на 82 и толщина 9 мм, вес 13 грамм Назвать этот смартфон малышом, рука не поднимается То есть весит он достаточно много и длина у него также не из малых Для сравнения, у нас не так давно было 3 смартфона в компании Samsung Сейчас у меня есть под рукой Samsung Galaxy Note 3, Samsung Galaxy Mega И давайте мы сравним перед тем, как приступить к обзору самого смартфона То есть если по видео, я думаю, это видно То есть Samsung Galaxy Note 3 меньше по высоте, меньше по ширине и меньше по толщине Здесь установлен 5,7 дюймовый дисплей на OPN1 5,9 Из близких по размеру можно отметить Samsung Galaxy Mega 6.3 Этот смартфон мы также детально тестировали И как можно заметить, он практически схож по длине Но на данном смартфоне установлен дисплей 6,3 дюйма Здесь у нас 5,9 И OPN1 немногим меньше только по ширине И чуть-чуть толще По, естественно, толщине он побольше OPN1, я выбираю смартфон, чтобы они нам не мешали И мы посмотрим на сам смартфон Итак, у смартфона основной каркас выполнен из металла То есть здесь, я думаю, на видео вам заметен Блеск металлический Грани хорошо отполированы, то есть смотрятся весьма эффектно И придают корпусу жесткость В остальном это матовый пластик с покрытием Soft Touch Приятный на ощупь очень И хорошие материалы Смотрится смартфон благородно Корпус собран добротно Скрипы и люфт деталей, естественно, при неразборном корпусе быть просто не может То же самое было при обзоре и детальном знакомстве с Sopo Find 5 И с другими смартфонами компании То есть задняя крышка, по-моему, только Oppo Muse есть, не ошибаюсь В линейке компании присутствует смартфон К сожалению, несъемная задняя крышка отразилась на отсутствии поддержки карт памяти То есть здесь у нас есть только качелька Салазки, точнее, для микросим-карточки Здесь нажимаем иголочкой, например Или ключом, который есть в комплекте И у вас какой-то салазчик, ставим себе карту Но нет, к сожалению, поддержки карт памяти С чем это связано, понять сложно Если с Find 5 это еще было простительно В плане того, что там, возможно, можно было использовать внешние флешки То есть скидывать информацию Здесь все-таки у нас внимание уделено камере То есть предполагается, что пользователь будет делать видео Делать фотографии Им нужно будет где-то хранить весь этот массив данных То есть придется регулярно подключать смартфон к компьютеру Скидывать данные, не считая Это все-таки плюсом Мог производитель все-таки обратить на это внимание Хотя бы увеличив у базовой версии Например, объем до 32 гигабайта И у старшей версии до 64 гигабайт Как, например, на Note 3 Смартфон все-таки стоит недешево И относится к топовому сегменту представителей линейки Опа! Ну, имеем то, что имеем Давайте посмотрим на элементы На правую грань выведена кнопка включения Она в цвет корпуса И ниже качелька громкости Мне было непонятно еще с момента первого теста смартфона Опа Почему у смартфонов обратное расположение То есть такое ощущение, что основное руководство, например Или инженеры и дизайнеры, которые принимают участие в разработке Все сплошь левши То есть удобно держать смартфон только левой рукой То есть чтобы я работал с двумя кнопками Кнопка включения и качелька громкости В правой руке, когда смартфон находится То есть мы нажимаем на кнопку И фактически, чтобы сместиться вниз Нужно будет перемещать смартфон в руке Также очень неудобно Еще это же расположение кнопок Играет свою рукавую роль При размещении в крепежном элементе, например, в автомобиле Он сжимает качельку громкости И фактически весь несколько раз смартфон снимать И у нас скрипежа в машине То есть у нас снижается громкость Мелочь, но все-таки неприятно И расположение хотелось бы все-таки традиционно Но удобно К нему привыкли Но опять же, что имеем В нижней части у нас есть решетка Для динамика Разъем microUSB с поддержкой OTG Разъема, то есть можно подключать внешние накопители Флешки, клавиатуры То есть и стандартный аудиоразъем Здесь идет музыка с поддержкой Dolby Собственно, от Oppo Это мы все и ждем Ранее компания Лицей BBK была хорошо известна И сейчас известна по премиум аудиотехнике И в смартфонах весь опыт также здесь использован У этого много смартфонов мы можем ответить Звук действительно качественный Один из лучших Особенно при подключении хорошей акустики наушников Заметно Даже при сравнении, например, с Samsung Итак, что у нас здесь есть На задней крышке, пока телефон не лежит На дисплее есть сенсорная панель Она чувствительна к нажатиям И в дальнейшем при тесте самой системы Я продемонстрирую, какие здесь эффекты Какие движения и жесты Еще один элемент выше логотипа Oppo У нас это поворотная камера Здесь установлена 13-мегапиксельная камера Sony XMOS RS С максимальным разрешением 4128 на 3096 пикселей Естественно, есть автофокус Есть светодиодная вспышка Здесь у нас их две Есть HDR-режим Режим съемки видео в формате Full HD С частотой кадров 30 в секунду Постоянный автофокус Быстрая съемка И позволитель обещает до 100 кадров в секунду Ну, естественно, и фишка этого смартфона Это поворотный механизм Сейчас, как мы можем видеть Можно повернуть и использовать эту камеру для видеосвязи Если, думаю, для вас не секрет Что уже пользователи айфонов Которые фоткаются в туалете И строят губки Уже стали своего рода интернет-мемом И предметом насмешек со стороны Пользователи тех же, например, смартфонов Samsung Galaxy Или просто Android-смартфонов Хотя и в лагере, в том же лагере Тоже наблюдается Все-таки мы фотками У нас камера основная, естественно, лучше, чем для видеосвязи Естественно, фоткаться в зеркале будет удобнее Здесь Достаточно повернуть просто камеру на себя И мы можем вести съемку То есть себя любимым можно фотографировать Где еще удобно будет такой блок То есть, когда нужно провести, например, скрытую съемку Можно повернуть Если вы не хотите отвлекать своим смартфонами Заснять, например, мероприятие Как мы делали в случае При просмотре мероприятия от Мегафона Когда презентовали Олимпийский объект То есть мы просто разместили смартфон К сожалению, мы забыли батареечку И смартфон справился достаточно отлично В самом... По описалке... По ссылке, прошу прощения В описании к видео Можно посмотреть, например, это видеоролик Снят он действительно хорошо И фактически не уступает камере Естественно, что зеркалку он не догонит Но ждать это, естественно, от смартфона не стоит Блок все-таки компактный Блок беззвучный Никаких щелчков нету Работает все на отлично Поворачиваем Этот же блок можно сделать активным То есть во время поворота Сразу запускается приложение камеры И можно фотографировать Очень удобно Все это у нас настраивается Что здесь по железу? Установлен процессор Qualcomm Snapdragon 600 Частота 1500 Гц К сожалению, производитель почему-то отказался От установки модуля LTE То есть поддержки сетей четвертого поколения К сожалению, у Oppo M1 нет Возможно появится версия, которая выйдет в России Но пока это неизвестно И вряд ли будет, я думаю Многие пользователи, судя по тому, что пишут на форумах Почему-то ругают и удивлены Почему не установлен процессор Snapdragon 800 Я считаю, что это не так принципиально Смартфон демонстрирует хороший уровень производительности И при этом у него отличная мерка потребления То есть на фоне даже Samsung намного дольше телефон работает, судя по опыту То есть его хватает Графика здесь у нас Andreno 320 С ней мы хорошо знакомы Это, естественно, четырехъядерный процессор Еще раз прошу прощения У него рабочая частота 1500 до 1700 Гц Есть поддержка USB 2.0 Bluetooth 4.0 Wi-Fi Wi-Fi Direct NFC есть у нас За автономную работу отвечает аккумулятор с емкостью 3610 мАч То есть емкость хорошая Ну, то есть для смартфона весьма неплохо он заряжен 2 ГБ оперативной памяти И, к сожалению, только 16 ГБ для хранения данных Все-таки для камерафона А это смартфон, я считаю, что все-таки ближе к камерафонам Чем к простым плафонам Это очень и очень мало Тем более нет поддержки карты памяти Что еще можно здесь сказать Установлен, естественно, дисплей IPS IPS-матрица здесь 5,9 дюймов Разрешение Full HD Плотность пикселей 373 То есть в этом плане у нас все отлично Поддерживается, естественно, 3G И еще одним приятным бонусом данного смартфона Естественно, являются две проширки То есть есть ColorOS и есть Cyanogen Это первый смартфон, который официально продается в магазинах с Cyan То есть пользователь сам вправе выбрать И при выборе прошивки он не лишится гарантии производителя То есть в этом плане отлично То есть можно подобрать под себя И можно ожидать То есть для пользователей тех, кто заказывает смартфон, например, не в России Желаясь сэкономить Это даст возможность получить фактически такой же смартфон, как продается у нас в России То есть без проблем можно будет его локализовать Итак, давайте посмотрим, что у нас здесь установлено Установим Google Android 4.2 В нашем случае с ColorOS Его можно, естественно, кастомизировать Как можно заметить, в верхней части у нас здесь мы установили виджет погоды Смартфон Опыт также уделил этому внимания То есть активные обои Своего рода что-то подобное делал HTC То есть тоже уделяю внимание блок погоды Именно, по-моему, из-за него отчасти интерфейс HTC Sense Стал таким популярным Очень удобно, все работает очень быстро Есть два специальных окна То есть можно делать заметочки Давайте мы сделаем заметку То есть мы запускаем блок камеры Так, секундочку Запускаем блок камеры, ставим опа И делаем снимок Снимок у нас сделался То есть все без правил можно фотографировать Так, блок камеры пока отключу Еще один, еще одно окно Это у нас работа С музыкой То есть музыка без реализована, удобно Такая другая пластиночка То есть можно листать, переключать треки Нет, очень понравился Я здесь запускаю только наш гимн, нашего портала Так, чтобы не было проблем с Ютубом То есть все работает Отлично, звучит здесь на хорошую Отличный телефон, как в этой школе И уровень громкости отлично То есть звонок хорошо слышно Пользователи, которые принимают наш исходящий звонок Также отмечают хороший чистый звук То есть слышно всех хорошо В этом плане все-все-все у ОППО на отлично Итак, здесь у нас доступ, естественно, к приложениям Профессионным для программ от ОППО Сверху шторка с меню Здесь также быстрый доступ к музыке, которую мы воспроизводили Можно включить GPS, Bluetooth, автосинфронизацию Очистить экран Есть NFC, как я говорил Открыть точку доступа Wi-Fi Подключить или отключить 3G Или переключить 2G модуль И сэкономить немножко аккумулятор Есть у нас режим полета Естественно, режим энергосбережения То есть можно снизить частоту процессора Снизить яркость экрана Отключить беспроводные модули, например Подключение к интернету И сэкономить, например Есть режим каникулы, я его прогнозирую Есть Wi-Fi Естественно, данные Звонок, режим управления И поворот экрана автоматически То есть в этом плане у нас все традиционно Есть система управления питанием Как я говорил То есть здесь можно включить режим энергосбережения Или его отключить То есть система может переходить сама в этот режим Когда заряд у нас снижается То есть такой вот у нас есть интерфейс приятный Без лишних, например, ядовитых иконок И излишних яркости цветов Как, например, в случае Samsung То есть я просто про него Samsung сейчас упоминаю часто В плане того, что у меня этот смартфон Просто сейчас под рукой Я могу их сравнить Есть у нас контактная книга, естественно Хорошо сделана Хорошо структуирована Пользуется можно То есть нет, не появляется желание Изменить ее на стороннее приложение То есть есть тема предустановленная Есть те, которые мы загрузили Можем выбрать И обои, и иконки, и окно загрузки Все, и блокировки Все это у нас настраивается В этом плане очень удобно Есть обновление по воздуху Установлена у нас ColorOS, как можно заметить Версия 1 И 13 ноября вышла новая версия Объемом 9 Мб К сожалению, на нее перейти нам не удалось Почему-то установка выдает ошибку Думаю, в будущем исправят Мы подождем, когда выйдет уже полноценная версия И обновим ее, например, через рековры Отдельно я также выведу этот материал в сеть Мы посмотрим на изменения, что у нас появилось То есть есть ряд моментов, которые я жду И хочется верить, что они у нас появятся Итак, дальше, что у нас есть Это, естественно, календарь Есть ряд приложений от Google Google книги, Google игры, фильмы И давайте посмотрим на производительность пока Мы перешли в это окно Программа VLAMA Выдает у нас 1970 на 746 баллов И, кстати, вот сейчас пришла электронная почта Очень удобное приложение для работы с почтой Мне понравилось То есть можно так же пользоваться Вполне годное Посмотрели тест VLAMA То есть приложения запускаются на отлично Никаких лагов и зависаний в этом плане у нас есть Нет В кванранте также где-то в районе 10 тысяч баллов набирает Это я все выведу в статье В виде скриншотов Я, к сожалению, так немного смог разобраться Где в кванранте выводить оба результаты, которые мы получили в ходе тестов Так, это особенно так И пока мы здесь Давайте посмотрим галерею То есть галерея также сделана удобно Есть доступ к фотографии Все картиночки можно посмотреть И подключение облачных сервисов То есть очень удобно в этом плане реализовано Так, переходим к следующему окну Давайте посмотрим еще один синтетический тест Вот это Antutu Benchmark Смартфон набирает 26192 балла Весьма неплохо Ну и ожидаемо для процессора Snapdragon 600 Итак, тест батарейки 774 балла По ощущениям смартфона действительно хватает на активное использование в течение дня То есть с утра до вечера зарядки хватит и в течение вечера То есть на ночь, естественно, рекомендуется смартфоном оставить заряжаться Итак, здесь же у нас есть тест 3D-рейтинг Здесь набирает где-то в районе 4000 баллов Сейчас мы посмотрим Пока там загружается Проблемы с играми не обнаружены Запускается все Ну, естественно, Qualcomm, Snapdragon И как раз, то есть все это ожидаем 4339 баллов Тест 3DMark Мы немножко решили тесты производительности И в некоторое время будем вводить данные Свежие по программам Так, мой девайс 7200 и 10349 То есть тест 3DMark Весьма-весьма отлично Ну и также ожидаемо В плане производительности смартфон справляется со своими задачами на отличие То есть зачем мне нужен Snapdragon 800 Особенно если это отразится еще на большее Ну, то есть на увеличение стоимости Непонятно Есть приложение удобное по e-mail, как я говорил То есть в этом плане с этим все работать можно Далее Есть ряд программ Типа антивирусов Кинг-софт установлен Есть по защите Режим каникул Сейчас мы посмотрим на него Естественно ряд приложений Давайте зайдем в настройки И посмотрим, что у нас есть в настройках Итак Естественно Wi-Fi Есть настройки безопасности Встроен антивирус Здесь же есть режим каникул То есть здесь можно включить все эти режимы Все подробно описано Можно ознакомиться с каждым из режимов И центр уведомления, то есть контроль разрешений Неизвестность точки Это все как у обычного андроида Уставитель накопителя программы естественно можно Аудио настраивается Громкость у нас все это настраивается Есть звук Естественно можно настроить экран И нам сейчас нужно посмотреть то, что нет у других смартфонов Это два Две вкладочки Во-первых это жесты и движения То есть здесь можно сделать например скриншот Для того, чтобы сделать скриншот Просто проводим тремя пальцами У нас сделается скриншот Здесь также есть все описание Поворачиваем камеру Это можно отключить То есть как я говорил Съемка запустится Есть предотвращение ложных нажатий Можно включить камеру несколькими пальцами То есть свести несколько пальцев вместе Чтобы включить камеру И у нас камера запускается То есть в плане жестов можно все это изучить Очень удобно и реально используйте Все что вы не используете И если у вас есть ложные срабатывания Которые вы хотите отключить Это все можно сделать Управлять двум пальцем Громкость в приложениях Просто двигаем пальцами Возможно это альтернатива Неудобно расположенной кнопке Есть отключение звука при повороте Это естественный быстрый набор Ответ при помощи датчика Автоматическая громкая связь Нажим на два раза например Три разные дисплеи фотками Все это у нас есть Так и режим управления указательным пальцем Это также мы запускаем И у нас еще есть одно приложение Давайте посмотрим Естественно есть у нас сенсорная панель Сейчас я продемонстрирую Как она работает в двух случаях Таких которые можно активно использовать Во-первых это камера Так Мы запускаем модуль камеры Нажимаем на панель Отпускаем файл Файл И надо делать с ним Также это можно использовать для фокуса То есть просто размещаем Фокус у нас создается Отпускаем файл И все работает И так В дальнейшем Это же можно использовать для листинга в браузере Просмотр файлов То есть удобно листаем Очень быстро к ней привыкаешь И потом ищешь такую же панель в других смартфонах И так Допустим этот файл И то есть я теперь просто Ввожу файл То есть пальцем И у нас снимка остается То есть можно остаться снимки Дело получается хорошее Но пока Судя по всему немножко не доработана прошивка Лично мне хотелось бы более быстрого автофокуса Пока к сожалению смартфон похвастаться этим не может Но судя по информации которая у нас есть С обновлением прошивки заметно улучшается модуль камеры К моменту мировых продаж Думаю эта ситуация будет исправна И тем более что когда в России она появится Естественно будет все лучше Мы также будем следить за этим в ходе тестов И добавлять дополнительные материалы По модулю камеры давайте посмотрим Что у нас здесь есть Фактически почти традиционный у нас идет интерфейс Так я закрываю модуль камеры к сожалению Так и можно настроить настройки All-touch Это сейчас мы попробуем Можно настроить разрешение видео Зарешение съемки Добавление геотегов Есть у нас ряд режимов Это пейзаж Автодействие Смарт-сцены Ночь И портрет То есть можно изменить Сейчас я это попробую сделаю Можно включить и отключить вспышку И запустить видео Так мы нам теперь нужно зайти в галерею Так мы попробуем Возьмем фотографию Например меня Здесь она осталась Здесь Так Галерея Мне нужно найти меня Здесь Здесь К сожалению нет Но можно то есть на автомате Менять Своё лицо Улучшать Выбирать морщинки Сглаживать Прыщи То есть все это можно сделать По Еще Какой момент хотел отметить Так Есть у нас также в комплекте Клик То есть включаем bluetooth Есть у нас специальное приложение Для работы с ним Так Секундочку 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 О Клик Включаем устройство Длительным нажатием Сейчас он у нас работает Подключаем Так Мне нужно включить bluetooth Он bluetooth включен Так То есть что можно делать Во первых можно управлять камерой Мы просто нажимаем на Клик И у нас делается снимок Можно искать телефон То есть если потеряли телефон дважды Нажимаем И Находим смартфон То есть если потеряли смартфон Можно его найти Есть сигнализация Когда смартфон например уходит от вас У нас начинает По клик Подает сообщение И уведомление о входящих Пока не так много Но в принципе интересно И такой вот небольшой девайсик Который пользователь получает вместе При покупке смартфона Я думаю что приятный бонус И хочется Еще один момент Который мне хотелось бы Оповестить в рамках видео Это Интересная шторочка То есть когда мы опускаем здесь У нас Традиционное меню Которое мы привыкли Когда опускаем здесь Появляется touchpad Для чего можно использовать Например я пишу букву М У меня открывается предложение почты Я то есть заранее все это создал Какие мне нужны файлы Запускаем модуль камеры То есть быстрый доступ к приложениям Можно оформить Например Инстаграм Так Секундочку Инстаграм у нас запускается Как все это работает То есть не нужно привыкать и учиться Нажимаем настройки Здесь можно заметить Что открыты основные модули Также можно получить быстрый доступ Например к звонкам Если вы часто играете Какого-то абонента Можно присвоить ему букву Или символ Опускаем шторку Набираем И у нас сразу идет звонок Все отлично Очень-очень удобно Лично мне настройка Над андроидом ColorOS Понравилась больше чем Цианаген Но я думаю что это дело вкуса И по ощущениям в Циане Пока В плане функциональности Он уступает ColorOS Собственно Такой у нас получился Смартфон Подводя итоги Что можно сказать У смартфона хороший блок камеры Очень удобно Поворачивать То есть Открывает ряд возможностей По дополнительным возможностям Съемки То есть Ракурсы Качество снимка Действительно отличное Я думаю что В ближайшее время После получения Хорошего Обновления И улучшения работы Блока Я сделаю отдельное видео Мы детально посмотрим Каждый режим Посмотрим примеры То есть Чтобы не Занимать ваше время В рамках конкретно Этого обзора Я сделаю отдельный обзор По камере То есть Будет удобно Мы все рассмотрим Все детали Есть какие-то моменты Вас интересуют Какие-то условия съемки Просьба пишите в комментариях Я обязательно это опробую И мы вместе посмотрим И обсудим Из приятных дополнений Это естественно Задняя сенсорная панель К ней придется привыкать Но в реальности Как мне В будущем То есть Как после использования Смартфона в течение трех недель Она действительно Оказалась удобной То есть В ряде ситуаций Привыкаешь и ищешь В дальнейшем При тесте других телефонов В такую же панель Из минусов К сожалению Здесь очень мало Памяти Для хранения данных 16 гигабайт Без возможности К сожалению Карт памяти Хочется немного Поругать производителя За это К размерам этого смартфона Привыкаешь Лично для меня Эти габариты Не являются чем-то критичным Я пользуюсь этим Samsung Galaxy Mega Он также меня устраивал То есть К смартфону Карт памяти Я привык очень быстро Но Он все-таки Больше Чем Note 3 А правда Это тем Что в верхней части Есть у нас блок камеры Снизу Здесь Три сенсорные кнопочки Я уже все это рассказывал На размеры Привыкаешь Мне лично нравится У этого смартфона Вряд ли будет Очень большой Групп пользователей Все-таки Он специфичный Но опыт Действительно Вложил ряд Технологий Которые Сделали этот смартфон Поистине уникальным То есть Им приятно пользоваться Каждый день Узнаешь что-то новое Очень много Заложенного потенциала И хочется верить Что производителю Будет и дальше Как и в случае других смартфонов Развивать оболочку Добавлять Новый функционал Улучшать то что есть Пока же Этот смартфон Очень понравился Стоимость 600 долларов Которая сейчас доступна На мировом рынке Вполне Оправдана Именно за этот смартфон То есть Мы получаем хороший смартфон Если в России Он будет стоить 22-23 тысячи Это будет Я думаю Решение Под большим вопросом Хотелось бы Все-таки Чтобы он был Подешевле Где-то в районе 18-19 тысяч Как будет на самом деле Мы посмотрим далее Не мне об этом судить Смартфон Получает Награду HIT Выбор редакции Смартфон Нам очень понравился В плане эксплуатации Таких серьезных косяков И сбоев нет Он уже у нас Выручен В ряде На ряде мероприятий То есть Когда не было возможности Снимать основной Своей камерой В этом плане Отлично Пример снимков Можно посмотреть По ссылке В описании к этому видео Я с удовольствием отвечу На все ваши вопросы В комментариях Если у вас есть какие-то моменты Которые действительно Вам интересны Как в случае с камерой Как говорил ранее Отписывайтесь в комментариях Я сделаю отдельные обзоры Посмотрим Изучим И вместе изучим данный смартфон Всем спасибо Всем пока А с нами был Oppo N1 Пока пока